здравствуйте друзья доброе утро я вам для начала расскажу старый такой одесский анекдот а потом мы уже к современности семья дает объявление в газете что ищет частного преподавателя для ребенка французский немецкий английский язык собственно такое объявление за адрес там телефона видимо не было адрес приходит человек звонит дверь говорит вот я по объявлению они говорят вышел знаете английский язык он ведь нет может быть французский знаете вы где ты французский не знаю а тогда немецкий и немецкого не знаю и тогда уже эти люди спрашивают а что же вы тогда пришли он говорит а я пришел сказать чтобы вы на меня не рассчитывали вот я чувствую такое же примерно чувство их переживают когда кто-нибудь возьмет так и напишет из зрителей наших напишет отписываю ну что-то ему не понравилось вот например была женщина разные причины бывают но вот женщина смотрела как у нас дома надо на даче у нас санта-круз там человек был гость он повар профессиональный повар он что-то там готовил там мяско с чем-то не помню и мыл под краном там что-то он был ополаскивал и ее возмутило как много воды пресной ушло из крана пока он сполоснул то что он хотел сполоснул сколько воды потратили отписываю и вот это мне запоминает вот этого человека который пришел сказать чтобы на него не рассчитывали я пошел глянуть специально сегодня с утра пошел посмотреть какая у нас статистика подписок и отписок я взял ровно 365 дней там есть такая опция можно посмотреть 365 дней последних там где-то 54 тысячи подписались и что-нибудь 23 отписались вот такого плана или там 50 56 тысяч подписать 56 до 56 тысяч подписались там 23 отписались 33 остались такого плана за год баланс такой но вот представьте себе в месяц там больше двух тысяч человек отписываются по самым разным причинам дай бог здоровья ну так я лично признателен уже за то что они как бы пришли посмотрели попробовали то есть им во всяком случае дали мне шанс правда я я может быть не обязательно справляюсь там со всеми интересами которые бывают на свете но во всяком случае люди дали шанс они пришли посмотрю я я очень признателен в крайнем случае они знают что мы есть если что могут всегда вернуться там и так далее поэтому но вот 2000 человек спокойно ежемесячно этом как-то отписываются вот и дай бог здоровья но тут какой-то вдруг голос такой до него не рассчитывая для не а кто ты вот первая просьба ты хоть кто я понимаю конечно чисто психологически что вот есть люди которым не хватает жизни внимания и катастрофически не хватает ощущение того что какая-то значимость в них есть вот что-то они из себя представляют в этой жизни и они как-то пытаются это скомпенсировать вот это вот отписываюсь я на самом деле дождь там сказать когда вот это вижу я понимаю что уровень в целом уровень дееспособности искать людей которые могут прийти на ютубе невысокие там в общем то есть масса людей которые просто не в состоянии там кнопку нажать уверенно или там файл сохранить это обычное дело мы привычное и я думаю но если уже ты так уже но вот действительно так я думаю что я сам отпишу на всякий случай ну чтобы уже точно знать что человек хотел и мы так ведь ему не мешали даже наоборот мы со всей душой вот что еще могут написать кроме отписывать могут написать дислайк вот человек тоже каждый месяц там сколько-то дислайков там приходит каждый год но я не знаю у нас конечно в целом по каналу процент дислайков очень небольшой но я бы сказал так ну может быть процентов 4 вот между четырьмя и пятью процентами то есть на самом деле что что очень неплохо и есть отдельная статистика по подписчикам и не подписчикам и по подписчикам дислайков у нас это меньше чем правиль процента вот там плюс минус там маленькая маленькая частичка то есть у нас подписчик просто невероятно позитивный и практически нет дислайков если брать не подписчиков то процентов 20 дислайков и 80 лайков что тоже потрясающего приходят люди первый раз видит тут мою рожу или слушают мои страшные слова которые подрывают основы существования многих людей при том что я просто что-то такое свое рассказываю но подрывают я знаю они возмущаются они что-то такое гневно кричат обвиняют всех вокруг и меня в первую очередь но тоже наверное не все у них в порядке как там дага дайна съела что-нибудь вот наверно там они не это давно едят что-нибудь не так и может быть никогда ничего такого правильного и не ели может быть это связано конечно вот значит дислайк вот тоже самое они не любят ну что я могу сказать вот когда дислайк ягод дислайк ну поставьте свой дислайк и радуйся жизни но вот он как-то пишет он хочет тоже чтобы его заметили он как-то какого-то внимания такого хочет но я не я же не могу ему дислайк поставить но могу в бан отправить пожалуйста это я могу у меня нет друг у меня нет такого функционала чтобы поменяться с кем-то дислайками то есть мой дислайк если я если я уже ставлю тебе дислайк то это будет просто бану ну то есть смотреть можешь описать нет зависит от настроения зависит от того что он там кроме слова дислайк еще написал ну что еще не бывает просто ругаются тогда конечно это какая-то такая форма более индивидуальная что чек все-таки он пишет что-то от себя можно как-то почитать там не то что вот так вот одно слово какой вот так что много ходит сирот по ютубу по соцсетям такие сиротки которые не им не хватает внимания они его вампирят они пишут какие-то гадости они пытаются кого-то оскорбить там унизить еще что-то написать просто что-нибудь нету есть ребят которые просто просто пишут что-то хорошее совершенно совершенно другая категория вот то есть они стремятся к общению они стремятся к общению через позитив но вот есть такие которые как-то я даже не знаю непринятость у них вот свои своего стремления к общению или они привыкли всегда общаться вот на на таком уровне я наблюдал как-то семью тут афроамериканцы пошли там родители там деток человек 45 и эти детки они на самом деле в довольно знакомом мне формате по советской жизни я я это видел много раз вот и они так идут всей семьей а дети но они как-то развлекаются веселятся балуются и они все время друг друга то значит это самое пинка под зад то оплеуху то пихнет то локтем то еще как то вот такое физическое такое воздействие на уровне в общем-то неприемлемого в обществе на самом деле даже среди детей но я свете господи а почему родители даже слова не скажут там и тогда они тоже так выросли они тоже жили в семье где проявлением внимания было оплеуха пинок там или что-то поэтому может быть они просто любят нас так я даже не знаю такая форма проявления вот там прийти там сказать какое-то слово нехорошее может быть это просто я даже не формат такой они просто живут в этом формате тоже бывает вот тоже с комментариями всякими они там пишут там я с кем не разговариваю из блогеров и даже собственно это и в кадр попадает я обмениваюсь я буду на что тебе пишут вот что тебе пишут хейтер и вот алексей который из миннесоты да там алексей строитель он как раз сейчас курс закончил будет работу скоро искать и допустим юрий спас кукотский то совершенно другой мир и с другой стороны человек там до качок воде билдер там все такое и я их спрашивают вот а что тебе говорят выясняется что всем им независимо от степени так сказать славянскости их образа им всем грешу они евреи например потому что слова евреи давным-давно перестала искать быть поинтером к какому-то вероисповеданию или например набору генетическому да это совершенно никакого от искать не имеет отношения на самом деле это некоторый такой символ понятного зла которое не требует доказательств что она зло вот может кто гад вот вот гад да ну понятно что гад это плохой это в принципе змеюк такая но в общем гад вот а вот они для этого используют слова еврей например не имея ввиду может быть они даже не имеют ввиду что он еврея может быть они просто настолько сами понимаете ну не отличают два чек еврея в жизни не видел а а хочется что-то сказать тоже бывает такая вот такая сложная сложная друзья сиротская история вот они ходят сироты и требуют внимания я думаю как бы сиротам внимание какое-то но понимаете у них внимание на уровне пинка оплеухи подзатыльника пинка под зад но вот такой формат я даже не знаю я чувствую что не могу помочь как-то у меня нет нет ресурсов таких так что друзья вот я вам просто рассказывают да а почему я рассказываю я смотрю на то что люди пишут в последнее время и каждый раз так я спрашиваю себя а можно ли об этом что-то рассказать поговорить что так тем было какая-то и вот кто там написал чего он там написал отписывайся потом какая-то была какая-то была а слушайте вспомним он говорит было видео недавно я сделал неделю назад видео о том что когда когда начнется прием заявок на green card лотерею и конечно сложность ситуации как будет такой дуализм проявляется в том что ответа нет на вопрос мы еще не знаем вот и сегодня неделю спустя мы тоже не знаем но еще не опубликовали но вопрос задают просто вот в каждом стриме который по пятницам идет каждом стриме там по пять по шесть раз люди спрашивают ну то есть надо что-то сказать а что можно сказать кроме того что первое неизвестно второе все что будет официально сообщено будет вот на этом сайте лотерея и что но в крайнем случае ну пожалуйста подпишитесь и у нас будет обязательно когда дата и все так вы узнаете ну а что еще сказать и надо сказать что с этого видео уже что-то у нас так за 1000 подписчиков добавилась вот такой интересный знаете такой интересный момент вроде бы ничего не сказали такого уж прям знаете чтоб открыть глаза на мир но вот тысячи человек подписались наверное они хотят быть вот в этом информационном круге где где все будет известно и мне человек пишет вот про это видео он пишет еще раз он говорит еще раз ведь скажешь подписывайтесь я ведь вообще тебя смотреть не буду он не сказал я отпишу все славяки вообще смотреть не буду я подумал и это такая возвышенная ну как бы так сказать снизу почти патентованная форма идиотизма что об этом надо поговорить понимаете смотреть как тебя не буду чтоб я на него не рассчитывал понимаете я тогда тогда знаете что я тогда еще один анекдот расскажу в конце старый тоже советский анекдот как поймали белые василь ивановича и говорят все василь иванович мы тебе сейчас будем казнить вот мы тебе повесим а шкур твою натянем на барабан давай ведь последнее желание есть и давать на последнее желание он говорит хочу гвоздь быть потолще они ему приносят гвоздь и он этим гвоздем себе одеть вот вам барабан вот вам барабан вот вам барабан этим и вот этот человек который говорит я туда смотреть тебя не буду это фактически вот вам барабан вот вам барабан вот тебе подписка вот тебе подписка и гвоздем себя и гвоздем Милый, так не смотри Весь смысл в том, чтобы Информацию какую-то получить Я как бы с информацией не хочу, не подписывай Кто тебя заставил Вот вам подписка, вот вам подписка Дайте ему гвоздь, кто там рядом, дайте ему гвоздь Ну, в конце концов Человек имеет право на последнее желание И на предпоследнее тоже Все, друзья Я с вами прощаюсь Если вы видите кого-то рядом Дайте ему гвоздь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому